Привет! Ну вот и настало время показать то, чем мы занимались на протяжении целого месяца. Вообще вся история заключалась в том, что я вспомнил про муравьиные фермы и задумался, как было бы хорошо иметь тараканью ферму, доставать оттуда таракашек и кормить всю мою живность, которая питается этими тараканами. Сначала на компьютере была разработана модель этой фермы, а затем проект был отправлен на лазерную порезку, где из фанеры вырезали вот такие вот детали. У меня получилось 111 деталей, так как они из фанеры, ну а фанера имеет поры, необходимо специальное средство, которое будет закрывать эти поры, благодаря чему впитается в дерево и придаст ему более гладкую и ровную поверхность. Каждую из этих деталей необходимо обрабатывать этой порозаполняющей жидкостью. Затем мы берем грунтовку, когда уже все подсохло и наносим грунтовку на эти же деревяшки. Честно говоря, при создании этой фермы я столько узнал про разные лаки и краски, что могу смело начинать делать ремонты. В общем, пишите в комментарии, кому нужно сделать ремонт в квартире. Я возьму свои краски и бегом к вам. Ну а после нанесения грунтовки, когда она уже высохла, необходимо нанести белую эмаль. Ну а чтобы покрыть краской все детали, у меня ушло около литра этой эмали. Одним из самых долгих процессов оказался процесс сушки деталей после каждой обработки. Будь то грунтовка, либо эмаль, либо порозаполнитель. Примерно половину всего рабочего процесса заняла сушка. За это время даже биткоин успел вырасти. Кстати, цифровое золото? Да-да, я про биткоин. Несмотря на все сложности современного мира, биткоин сейчас стабильно растет в цене. Например, за последние сутки цена выросла на 6%. Компания Авалон покупает крипту по выгодному курсу и продает на пике. Они в этом деле уже 7 лет. А чтобы начать зарабатывать, уже не нужно специальных знаний. Ведь вложив от 100 рублей в день, ты можешь уже получать стабильный доход. Когда за тебя делают все профессионалы. Для того, чтобы стать инвестором этой компании, нужно только желание. Остальное сделают они. 1,3% вложенной сумме каждый день. Стань одним из 445 тысяч инвесторов, пройдя простую регистрацию по ссылке в описании. Ну и пока детали сохли, я создал еще один проект, который отправил на лазерную порезку. Для этого мне понадобилось оргстекло. Из этого оргстекла я вырезал специальные окошки, через которые будет виден свет от RGB ленты. Для склейки таких окошек я использовал эпоксидный клей. Как по мне, этот клей больше всего подходит для такой работы. Но единственный минус, этот клей очень быстро застывает. На то, чтобы склеить всю ферму, у меня ушло около 10 таких тюбиков. Еще одним интересным фактом является то, что при покраске деталей у меня ушло около 200 перчаток. И пара респираторов. Куда же без них. Вот такие окошки необходимо вклеить в большую часть деталей. Это будут стенки лабиринта. Одна из сторон таких деталей будет окрашена в металлик. Это необходимо для того, чтобы свет с внутренней стороны древесины лучше отражался и попадал прямо в эти окошки. Теперь, когда мелкие детали сохнут, переходим к склейке главной основной части фермы. Это ее корпус. На эти детали был также нанесен порозаполнитель, грунтовка и акриловая краска. Очень жалею, что у меня в этот момент не оказалось струбцины, которая создана для склейки квадратных предметов. После того, как все подсохло, необходимо покрасить детали. Я выбрал вот такой вот цвет. Точнее, перед тем, как выбрать этот цвет, мы разработали несколько 3D вариантов моделей фермы, которые окрасили в разные цвета и подобрали особый дизайн. Ну а после покраски корпуса, наша ферма обрела совсем другой вид. Посреди этой фермы я вклеил перегородку, в которой находятся 4 выхода. Вернее, это выход на арену, но и вход в лабиринты, где тараканы могут прятаться. Для покрытия арены я использовал особую пасту, которая при засыхании создает текстуру песка. Ну а еще по такой поверхности насекомым удобно передвигаться. И по итогу у меня получилось вот так. Ну а та часть, где будет находиться лабиринт, я решил оставить белой. Конечно же, арена не может быть без окошек, через которые можно будет наблюдать, как тараканы выбегают на эту арену. Перед тем, как вклеивать детали лабиринта, необходимо было нанести рисунок этого лабиринта, по которому будет удобно вклеивать эту RGB ленту. К этой ленте я раздобыл вот такой вот контроллер, который подключается к мобильному телефону через Wi-Fi. Затем через приложение можно управлять любыми эффектами и разными цветами подсветки. Диаметр сверла, конечно же, подбирался под диаметр гнезда блока питания, которое мы вставим в это отверстие. Основной трудностью для меня оказалась RGB лента, которую необходимо было нарезать на части и затем спаять их вместе. На каждом отрезке ленты имеется 4 контакта, один из которых питание, другие подписаны RGB. На нашем языке, проще говоря, красный, зеленый, голубой. То есть на нашем языке это было бы КЗГ лента. Ну а чтобы не напутать соединение, каждая лента соединяется цветными проводами. Основная часть проводов будет проходить под днищем этой фермы. Ну а к ленте будет заводиться через эти отверстия, которые я показываю карандашом. Кстати, за цветные проводки. Их понадобилось очень много и каждый из них необходимо было очистить. Как хорошо, что под рукой у меня была вот такая вот штука. Даже не знаю, что бы я без нее делал. Еще немного позже я подготовил и сгруппировал все проводки по цвету и длине. Ну а теперь настало время пайки. Честно говоря, я в этом деле не профи. Но кое-как у меня вышло. Затем я решил вклеить вот такие вот стеклышки в крышку этой фермы. Еще было очень много мучительных работ, но по итогу у меня получилась вот такая вот ферма. Конечно, в некоторых моментах она может показаться неаккуратной, либо недоделанной. Но я очень спешил показать ее вам. Тем более, что это первая моя ферма. Позже я планирую сделать ферму из пластика более аккуратной. А внутри вместо лабиринтов будет находиться большущий город с высотками. Ну а что касается этой фермы, то я думаю, у меня все получилось. Даже с телефона можно управлять подсветкой этой фермы. Верхняя рамка этой фермы окрашена люминесцентной краской, которая будет светиться к тому же под ультрафиолетовым светом. В прозрачном окошке над лабиринтом находится масса отверстий, которые созданы для вентиляции. Так как тараканы выделяют много тепла, на этой крышке могло бы собираться много конденсата. На арене я разместил удобную крышку и автопоилку. Вообще, в этой системе все продумано до мелочей. Ферма разделена на две части, одна из которых это арена. Вторая – лабиринты, созданные для жилья тараканов. Ферма имеет четыре выхода на арену. Ну а арена, в свою очередь, является небезопасной зоной для тараканов. Так как ферма создана не только для содержания тараканов, но и для кормления ими хищных насекомоядных. Ну а у меня таких, думаю, сами знаете сколько. В данной бутылке находится примерно 500 тараканов. Но заселю в эту ферму я около тысячи. Многие нюансы из доработки этой фермы не были внесены в это видео. Так как видео и так вышло довольно длинным. Но я надеюсь, такая тематика вам действительно зашла. И если это так, то обязательно поддержите это видео лайком. А я постараюсь для вас создать новую ферму, более аккуратную, с новыми какими-нибудь фишками, чтобы в очередной раз вас удивить. Ну и конечно по традиции, если вы хотите продолжение такой рубрики, то обязательно напишите в комментарии слово «хочу». На протяжении часа после заселения тараканы вели себя неспокойно. Но на следующий день вели себя, будто бы живут тут уже долгое время. Вы посмотрите, как матеры они забегают и выбегают из этих ходов. Еще поилка к этим тараканам тоже пригодилась, так как у этой поилки собралось большое количество желающих утолить свою жажду. Если говорить за материалы, услуги порезки лазером, различные краски, форозаполнители, кисти, цена фанеры, многочисленные поездки на такси, забрать эти заказы, различные виды грунтовок и красок, акрил, клей и многое другое. Затраты в сумме у меня получились около 200 долларов, чтобы создать такую ферму, но я обязательно постараюсь ее удешевить. Ну и конечно же, куда же без тест драйва с нашим незаменимым экспертом. Это африканский еж, который обожает больших тараканов, к сожалению на мелких он не обращает внимания. Ну а крупных он старается ловить с большим удовольствием. На этой почве у меня появилась идея заселить сюда и крупных тараканов и посмотреть, могут ли ужиться два вида тараканов в одной тараканей ферме. Кстати, кого бы вы хотели увидеть в этой ферме, чтобы поохотился на этих тараканов? Обязательно пишите ваши варианты в комментарии. Ну а я рассмотрю самые лучшие варианты и возможно благодаря вам выйдет новый выпуск. Я очень надеюсь, что вам понравилась такая ферма и возможно вы захотите продолжения. Поэтому от вас я ожидаю максимальной поддержки в виде комментариев и лайков. А я в свою очередь вас не подведу. Не забывайте также жать на колокольчик, когда подписываетесь на канал. Ну а если вы уже подписаны, то обязательно проверьте, нажат ли у вас этот колокольчик. Ну а на этом у меня пока все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok